Добрый день доктора! У нас сегодня завершающая лекция цикла гематологии у детей и мы сегодня поговорим об очень серьезной проблеме это онкопатология. В ежегодном мире диагностируется от 10 до 15 случаев на 100 тысяч детского населения новых злокачественных новообразований и практически половину из них составляют опухоли системы кроветворения и лимфатической системы. Говоря о генобластозах, а именно так называется эта группа заболеваний, мы должны с вами понимать, что они имеют происхождение в одном случае из костного мозга и тогда мы говорим с вами о лейхемиях, которые подразделяются на острые и хронические. И вне костно-мозгового происхождения это лимфомы и гистиацитозы. В группе лимфом относятся известная вам лимфома Ходжкина или лимфограмма лимфатоз, как принято в странах постсоветского пространства. И другая большая группа это неходшкинские лимфомы. О гистиацитозах мы сегодня вообще с вами говорить не будем, поскольку чаще мы имеем дело все-таки с лейхемиями и лимфомами. Итак, что же такое лейхемия? По старой номенкатуре вообще принято, как у нас в русскоязычной части мира достаточно часто мы можем встретить термин лейкоз, но на самом деле все-таки более корректно лейхемия. Это злокачественное заболевание кроветворной системы. Именно из кроветворных клеток развивается эта опхоль и первичным плацдармом для нее является костный мозг. То есть родоначальником опухоли становится кроветворная клетка. Впервые описано в 1845 году. Вы видите, что практически более полутора века прошло с того времени. Примерно четверть онкопатологии у детей это лейхемия. И как мне грустно потом говорить, она поражает ранний детский возраст. Ведь заболеваемости приходит на возраст 2-2,5 года. Несколько чаще болеют мальчики. И такой показатель как заболеваемость у детей представляет примерно 4-5 на 100 тысяч детского населения. Конечно же, все задаются вопросом, а почему же возникает лейхемия? Надеюсь, вы понимаете, что это очень грозный по исходу. И поэтому, когда звучит диагноз лейхемия, для многих родителей это становится шоком. они задаются вопросом, почему же? Так вот, на сегодня признается роль различных факторов, которые могут провоцировать развитие лейхемии. Существует несколько теорий. В частности, одна из них это химическая теория, которая подразумевает, что под воздействием как внешних, так и внутренних канцерогенов. А экзогены это прежде всего те вещества, которые мы получаем извне, прежде всего с пищей. Вы видите, что сюда относятся именно азотсоединения и полициклические теории рода. Возможно, лейхазогенное действие факторов, которые образуются в результате нарушения обмена веществ в организме, то есть так называемые внутренние факторы. Следующая теория подразумевает воздействие ионизирующей радиации, что приводит к повреждению генома клетки и дестабилизации размножения клеток. То есть клетки размножаются совершенно непредсказуемо. Следующая теория, теория вирусная. Главенствующая роль отводится вирус Эпштейн-Бара. И реализация действия вирусов осуществляется путем мутации или повреждения участков хромосом. Но вот эти вот процессы возможны при условии, что у пациента нарушен иммунный статус, имеется генетическая предрасположенность, имеют место различные гормональные нарушения. Причем считается, что главная роль все-таки принадлежит не самим вирусам, а состоянию контролирующих системы и стимулирующих факторов. Генетическая теория. Четко прослеживается связь лейкемии, как с различными заболеваниями, вызванными хромосомной патологией, это и Дауна, Шершевского-Тернера, Анеми-Фанкуни, так и с врожденными мододефицитами. Синдром Луи-Ибар, Риско-Та-Олдриджи. Причем это имеет действительно реальное статистическое отображение. Вы видите, что при болезни Дауна, Анеми-Фанкуни, возрастает значительно риск в сравнении со здоровыми детьми. Иногда вы видите на несколько порядков. То есть у здорового ребенка риск приравнивается к единице, а у Анеми-Фанкуни практически к двум тысячам. Синдром Луи-Ибар тоже вы видите. То есть есть определенные доказательства того, что лейкемия может возникать у детей с хромосомными аномалиями значительно чаще. И, наконец, вирусогенетическая теория, которая на сегодняшний день является той теорией, которую мы пытаемся объяснить в развитии лейкемии. Еще в филогенетической, то есть в процессе развития всего живого в мире, в силу естественного отбора, как у животных, так и у человека, в геном каждой клетки организма встроен онкоген. Что такое онкоген? Это ДНК про вируса, которое практически идентично генетической информации у онковируса. Известно, более 30 онковирусов на сегодняшний день, их число значительно больше. То есть мы понимаем, что когда-то организм приспособился, как животного, так и человека, приспособился к действию этого онковируса, нейтронизовал его и встроил в себе в геном. И вот этот онкоген находится в угнетенном, репрессированном, неактивном состоянии. Они встроены, как правило, в самых хрупких местах ДНК. Именно здесь проходят мутации, и именно здесь очень высокий риск их активации. Он передается из поколения в поколение, и я уже сказала, что находится в угнетенном состоянии. Контролирующая роль в поддержании онкогена в репрессированном состоянии принадлежит антионкогенам. То есть в организме существует система онкогена и антионкогена. Так вот, в каких случаях может возникнуть лейкемия? Может быть ситуация, когда в силу каких-то внешних воздействий, мы с вами говорили, что это могут быть химические вещества, воздействие ионизирующей радиации, воздействие вирусов, антивируются онкогены. Ибо же, опять же, воздействие всех этих факторов угнетает систему антионкогенов. В результате этого возникает дисбаланс системы и, соответственно, происходит развитие опухолевого процесса. Конечно же, очень значимая роль отводится генетическим изменениям, которые сопровождают этот процесс. В сатиологии мы попытались с вами разобраться. А как же развивается онкопроцесс? Так вот, то, что мы с вами перечислили, в качестве эндо- или экзоканцерогенов, воздействие радиации различных вирусов, провоцируют мутацию клеток предшественниц кровенотворной ткани. В силу того, что произошла мутация, эта клетка сохраняет способность к пролиферации, то есть к размножению, но утрачивает способность к созреванию, к дифференцировке. Это очень важный момент в понимании развития опухолевого процесса. То есть опухолевая клетка утрачивает способность к созреванию, к дифференцировке, но сохраняет способность к размножению, к пролиферации. Все это приводит к развитию вторичных мутаций, которые связаны с нестабильностью генома клетки. И обращаю ваше внимание, что вот эти вторичные мутации приводят к тому, что возникает угнетение нормального кроветворения, и угнетение красного кровяного ростка приводит к формированию анемии, причем анемия носит а-регенеративный характер или гипорегенеративный, к возникновению вторичного иммунодефицита, это угнетение геномоцитарного ростка, и, наконец, угнетение тромбоцитарного ростка приводит к формированию геморрагического синдрома, что представляет собой классическую вторичную тромбоцитопению. Помимо угнетения нормального кроветворения, на уровне костного мозга происходит накопление массы опухолевых клеток, им становится тесно в костном мозге, и они начинают метастазировать путем выброса в кровь в различные органы и ткани. И кровью они именно сюда доставляются. Параллельно идут процессы формирования резистентности к терапии, что очень важно нам понимать. Итак, с более таким сложным разделом этиологии патогенеза мы с вами разобрались, теперь давайте попытаемся разобраться в классификации и соответствующих клинических проявлений. Так вот, классифицируя лейкемии на острые и хронические, мы реально должны понимать, что в основе этой классификации лежит отнюдь непродолжительность заболевания. А главным критерием разделения на острые и хронические лейкемии является морфологический субстрат опухоли. В случае острых лейкемий это молодые клетки, которые носят название бласты, это клетки 2-3 порядка. В случае, если это хронические лейкемии, то субстратом опухоли являются зрелые клетки. Ну вот, давайте попытаемся вспомнить, что созревание проходит в несколько стадий, я позже несколько квадров не остановлюсь, но вот, что касается эритроцитарного ростка или эритроидного ростка, конечным продуктом являются эритроциты, гранулоциты и, наконец, тромбоциты. Все эти клетки поступают в последующем систему кровообращения. Вот схемы достаточно упрощенные. И вот если мы попытаемся понять уровень формирования острых и хронических лейкемий, так вот, субстратом острых лейкемий являются все клетки, которые в своем названии содержат окончание бласт. вот в более такой расширенной схеме локализация вот здесь. и уже в самой такой общепринятой схеме подчертковую и воробьевую, которая пользуется, в принципе, все люди имеющие отношения к гематологии, мы тоже видим с вами, что вот этот вот субстрат клетки второго-третьего порядка это как раз и есть острые лейкемии, а вот эти клетки являются субстратом хронических лейкемий. В свою очередь, острые лейкемии подразделяются на две больших группы. Милоидные лейкемии и острые лимфобластные лейкемии. Поскольку клетки мейлодного ряда представлены большим количеством властных самых разных клеток, отсюда и в этой группе выделяют вы видите 8 вариантов, которые в зависимости от того, какая клетка является морфологическим субстратом и имеют соответствующее название. Нуевой вариант, это просто клетку мы не можем отнести по ее маркерам ни к одной, ни к другой группе, поэтому она и носит название недифференцированная лейкемия. Надо сказать, что это самый неблагоприятный по прогнозу вариант лейкемии. Итак, помимо подразделения на миелоидные лимфобластные лейкемии, лейкемии имеют еще ряд других классификаций. Я обращаю ваше внимание на то, что эти классификации действительно очень важны. В частности, морфологическая классификация острых лимфобластных лейкемий такую же классификацию имеет и острая миелоидная лейкемия. Я просто сейчас не хочу на этом останавливаться подробно, потому что больший удельный вес в структуре острых лейкемий принадлежит и непосредственно острая лимфобластная лейкемия. В основе этой классификации лежит морфология. клетки опухолевая. Это франко- америко-британская классификация. Франч-америкен-брита. Итак, подразделяют на три варианта L1, L2, L3. самый неблагоприятный вариант L3, он у детей, к счастью, встречается реже. Самый благоприятный, по прогнозу, вариант L1. Вы видите, что здесь учитывается и размер клеток, и наличие хроматина, и как он выглядит, его однородность, форма ядра, наличие нуклеу, выраженность бозофилии цитоплазмы и вакуализация цитоплазмы опухолевой клетки. И в зависимости от этого лейкемия подразделяется на формы L1, L2 и L3. Когда мы формулируем классификацию, диагноз, прошу прощения, у пациента мы пишем острая лейкемия лейкемия. L1. Дальше будем продолжать. Ну, прежде чем перейдем к другим классификациям, просто хочу показать вам, как выглядят эти варианты и почему их подразделяют. Вы видите L1, L2, здесь, в общем-то, размеры, другие, выраженность цитоплазмы разная. L3, здесь выраженная вакуализация, вы видите, да? То есть, вот такие варианты лейкемии морфологические. Следующий подход к формулировке диагноза это указание иммунологического варианта. В соответствии с тем, что мы сказали, что это острая лимфобластная лейкемия, соответственно, она имеет принадлежность либо к B-линии, либо к T. И так, в зависимости от того, какие существуют маркеры, какие мы обнаружили, их относят либо к T-линии, либо к B. Но этого недостаточно. Надо еще отнести к тому или иному типу, субтипу. В частности, вы обратите внимание, что и B-линия, и T-клеточные лейкемии, они имеют четыре варианта. И первый вариант B1 и T1 это варианты, которые, соответственно, называются PRO-B и PRO-T. Следующий вариант B2 и T2 они уже разделяются, называются по-разному. Если в случае принадлежности к B-линии, фоидному варианту, говоря, B-common, то здесь при T-клеточном варианте при T. Соответственно, третий субтип это в случае B-клеточной лейкемии это B3 или PRE-B, а в случае T-клеточного варианта это кортикальный. И, наконец, четвертый вариант, как в случае B-клеточного, так в случае T-клеточного варианта носит название зрелый. И поэтому мы указываем это в том числе в диагнозе. То есть острая липобластная лейкемия L1 допустим B-common вот так отражаются иммунные фенотипы B-клеточной лейкемии, T-клеточной лейкемии. Просто для информации я вам их демонстрирую. Понятно, что вы сейчас в этом не сможете разобраться. Существует еще так называемая цитогенетическая классификация острой лейкемии. Мы уже сказали, что основная роль в реализации лейкемии отводится цитогенетическим нарушениям. И вы видите, что это может быть транслокация хромосом, то есть поменяли места хромосомы 9, 22, 4, 11, 1, 19, различные самые варианты. А может быть реаранжировка. То есть в зависимости от генетических маркеров мы еще указываем и в диагнозе, что имеет место транслокации или реаранжировка. клиническая классификация в течение лейкемии выделяют несколько периодов. При лейкемии или предликозный период, мы каждый из них попытаемся характеризовать, острый период, прошу прощения, ремиссии, в случае когда ремиссия носит нестойкий характер, может возникнуть рецидив, он может возникнуть впервые, может повторяться. В лучшем варианте мы добиваемся выздоровления, но иногда мы теряем пациента. Этот период носит название терминальный. Давайте попытаемся разобраться можем ли мы в период при лейкемии поставить диагноз. Надо сказать, что лейкемия это заболевание, которое в дебюте имеет самые различные маски. Это может быть маска банального острореспираторно-вирусной инфекции, остено-вегетативного синдрома, может начинаться с анемии, довольно часто ставит диагноз железодефицит на анемии. При увеличении лимфатических узлов и печени селезенки, наличии боли в горле, довольно часто таких пациентов выставляется диагноз инфекционный ононуклеоз. Увеличение лимфатических узлов и отсутствие другой симптоматики довольно часто ведет врача по пути диагностики и лечения лимфоденида, лимфоденопатии. Наличие геморрагического синдрома расценивают как первичную тромбоцитопению, а не как синдром основного заболевания. Довольно часто дети лихорадят и никак доктор не может понять, что происходит. Наличие боли в нижних конечностях уводит врача в сторону остро-ревматической лихорадки, ювенильного ревматоидного артрита. То есть на этапе при лейкемии поставить диагноз очень и очень непросто. В острый период здесь уже происходит манифестация основных синдромов. Может начаться кстати с любого из синдромов, которые здесь представлены. В частности анемический синдром возникает за счет угнетения красного кровяного ростка мы уже об этом говорили. анемия довольно часто в детском возрасте педиатрами с учетом большой распространенности железодефицитной анемии ведется непосредственно как железодефицитная анемия. Что затягивает время и соответственно имеет свои последствия. развитие геморрагического синдрома мы уже с вами отметили говоря о фотогенезе обусловлено угнетением мегакарлицитарного ростка то есть имеет место вторичная тробоцитопения это и кровотечение это и кемозы петехии. Пролиферативный синдром этот синдром включает в себя увеличение лимфатических узлов и увеличение печени селезенки за счет метастазирования опухолевых клеток а именно молодые клетки кроветворения бласты являются непосредственно опухолевыми клетками они разносятся кровью по организму и естественно оседают в различных органах и тканях и прежде всего это органы витиклоэндотериальной системы и наконец интоксикационный синдром обусловлен тем что организм борется с опухолем он пытается эти клетки разрушить вывести и вот эта дезинтеграция опухолевых клеток или распад опухолевых клеток обусловит развитие интоксикационного синдрома еще раз напоминаю что может начаться с любого из этих синдромов и достаточно сложно диагностировать если нет онконастороженности вот основные симптомы которые представлены на этой картинке вы видите да что и присутствуют симптомы интоксикации и геморрагический синдром и гепатосплена мегалия причем отсутствует болевой синдром органы просто увеличены не совсем согласна что это боль в суставах поскольку это чаще всего все-таки осалгии вот пациент может терять весе но это незначительная потеря она на глаза не бросается часто инфекционные процессы безусловно присоединяются за счет развития вторичного иммунодефицита в общем-то вы видите что специфических проявлений как таковых нет вот проявления лекемии самые разные варианты в данной ситуации мы видим с вами появление геморрагического синдрома полихромные полиморфные кровоизлияния интоксикационный синдром вы видите что ребенок вял практически одинамичен вот таких размеров достигают органы поверьте мне что это действительно так и органы увеличены в размерах живот увеличен но он не болезненный в моей практике был ребенок у которого который 3,5 года мы поставили диагноз лекемии и когда я спросила у мамы а когда увеличились печень и селезенка она говорит я не знаю я говорю ну вы же наблюдаетесь у педиатра вы были на приеме я говорю когда вы последний раз смотрели живот я получила ответ который в общем-то меня заставил запомнить это на многие десятилетия я получила ответ никогда и когда мама говорила педиатру посмотрите у моего ребенка большой живот а педиатр говорит у всех детей маленький живот большой вы понимаете то есть мы должны с вами помнить о том что есть такое заболевание как лейкемия которое надо диагностировать на ранних стадиях от этого зависит исход заболевания вот мальчик видите который у нас лечился в гематологическом отделении республиканской детской больницы вы видите размеры печени селезенки выраженная венозная сеть живот увеличен в объеме выпячивается за счет внутрибрюшного давления пупок у него есть и микрополиадения но здесь я уже это не рисовала очень важным проявлением острилифобластной лейкемии является поражение центральной нервной системы и то что мы называем нейроликемия может протекать совершенно разных вариантах это гипертензионный синдром это поражение оболочек мозга это поражение отдельных пар черепно-мозговых нервов это может быть сочетание менга менегита и энцефалита и поражение генцефальной области то есть мы всегда имея пациента с острилифобластной лейкемией должны понимать что у него высока угроза поражения центральной нервной системы как правило с поражения центральной нервной системы заболевание не начинается однако опять же в моей практике был пациент 10 месяцев у которого заболевание дебютировало с поражения глазодвигательного нерва следующий период ремиссии и мы должны с вами понимать что такое ремиссия это отсутствие клинических проявлений в сочетании с отсутствием лабораторных проявлений тогда мы говорим полная клиника лабораторной ремиссии отсутствует бласт периферической крови мы с вами знаем что их в норме не должно быть их количество в костном мозге не превышает 5% при исследовании ликвора мы видим количество лимфоцитов в 1 мл спинномозговой жидкости менее 5 и наконец уменьшение размера опухоли на 30% обращаю ваше внимание что оценка проводится на 30-30 день протокольной терапии мы когда будем разбирать протокол к этому моменту вернемся то есть 33-й день это очень важный день для пациента который получает лечение лейкемии однако мы уже отмечали что может быть рецидив не всегда после ремиссии пациент уходит в выздоровление ранний рецидив это рецидив возникающий с момента возникновения ремиссии в течение первых 6 месяцев поздний после 6 месяцев какие варианты рецидив может носить он может полностью повторять первый острый период может присоединяться поражение центральной нервной системы то есть развиваться нейролейкемия могут присоединяться инфекционные осложнения самые разные но обращаю ваше внимание что иногда рецидив не имеет никаких клинических проявлений то есть нет всего того что я перечислила есть только изменения на уровне костного мозга тогда мы говорим об изолированном или костномозговом или медулярном варианте рецидива клинические проявления лейкемии приходит пациент на прием к врачу есть определенный набор жалоб и врач назначает общий анализ крови что должно насторожить в плане исключения лейкемии наличие анемии причем анемии которая сопровождается либо снижением либо полным отсутствием ретикулоцитов то есть это а или гиперегенераторная анемия лейкемии крайне редко лейкемии в дебюте чаще все-таки гиперликоцитут причем цифры могут превышать не только исчисляться не только в сотнях на 10,9 на литр но у нас был пациент у которого на протяжении 4 дней регистрировалось 3,4 и 5 миллионов лейкоцитов и надо сказать что этот ребенок остался в живых появление бластов периферической крови то есть критерием является не увеличение бластов как довольно часто приходится слышать а именно их появление лейкемическое зияние я думаю вы помните еще лейкемические провалы вы помните этот термин еще под физиологией то есть это наличие бластов отсутствие переходных клеток и отсчет начинается со зрелых лейкоцитов причем количество снижено тромбоцитопения и значительно ускорения соя можем ли мы уже на основании этого анализа сказать и обнаружение вот этих всех лабораторных феноменов что у пациента острая лейкемия и можем ли мы уже начать лечение это очень важный момент я намеренно привлекаю вас к ответу на эти вопросы потому что на этой стадии мы не можем с вами сказать что да у пациента острая лейкемия и начать его лечить его состояние тяжелое мы начинаем лечить симптоматически но специфической терапии он не получает для того чтобы убедиться в том что это лейкемия необходимо провести исследование мелограммы это достигается либо проведением пункции костного мозга но до сегодня считается крайне корректным проведением трепана БФС что мы видим в мелограмме в случае лейкемии видим угнетение красного кровяного ростка или витроидного мегакарицитарного ростка но зато гиперплазию белого кровяного ростка но обратите внимание критерием постановки лейкемии является увеличением бластов более 25% если мы вспомним то что я говорила некоторое время назад что в норме не более 5% бластов содержится в костном мозге так вот диагностическим критерием является увеличение бластов более 25% это очень и очень важно потому что между 5 и 25% если мы диагностируем количество бластов выявляем это может быть различное переходное состояние которое не обязательно временное состояние то есть которое не обязательно трансформируется в лейкемию наша задача повторить мелограмму динамики если в мелограмме написано обнаружены ли лимфобласты более 25% можем ли мы утверждать ну допустим 70% можем ли мы сейчас утверждать что лейкемия лимфобластная лимфобластная сразу обращаю ваше внимание у вас есть такие схожие вопросы билетов задача где вам предлагается поставить диагноз соответствии с классификацией и даже написано просто бласты а вы начинаете утверждать что это лимфобласты ни в коем случае нам обязательно надо провести ряд цитохимических реакций потому что если довериться предшествующему результату мы можем ошибиться потому что лимфобласты это и мелобласты могут быть не оценены лаборантом правильно с помощью просто визуализации поэтому есть объективные методы которые необходимо провести и так в случаях если это острая лимфобластная ликемия это острая миелоидная ликемия то всегда при острая лимфобластная ликемия будет положительная реакция ПАС или по старой номенклатуре ШИК реакция это реакция на обнаружение гликогена но всегда будут отрицательные реакции на миелопероксидазу на липиды с уданом черным ВИИ и на эстеразу это если острая лимфобластная ликемия то есть нам достаточно хотя бы вот эти две реакции провести как правило их и проводят в случаях если мы имеем с вами положительную реакцию на гликоген и положительную реакцию на миелопероксидазу это миелопероксидазу 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 вот хочу ваше обратить внимание на вот этот момент что почему мы говорим что это очень чувствительная реакция а тем не менее пишем плюс минус и здесь плюс минус да потому что помните у нас с вами существует в группе миелодных лейкемий как минимум 8 вариантов отсюда какие-то имеют отрицательные реакции результаты какие-то положительные как выглядит положительная реакция на гликоген видите вот гликоген расположен а это на миелопероксидазу это миелодная форма вот еще вот схожие варианты это эстераза опять же миелодная форма помним что лимфобластная лейкемия отрицательная как же мы устанавливаем наличие и отсутствие поражения центральной нервной системы в обязательном порядке мы проводим лимбальную полцию для исследования ликвора и критерием нейролейкемии является увеличение количества клеток в одном миллилитре ликвора более 10 в норме до 10 преимущественно за счет лимфоцита обнаружение хотя бы одного гласта говорит о том что есть поражение центральной нервной системы соответственно повышается уровень белка снижается уровень сахара когда мы имеем кроме даже не имеем симптоматики поражения центральной нервной системы но с помощью ликвора диагностируем выявляем вот эти изменения мы прави с вами говорить о нейролейкемии следующим этапом проводится иммунофенотипирование помните мы говорили с вами цитогенетические исследования то есть мы должны знать какой какая линия поражена какие генетические проблемы в данной ситуации имеют место и вот наконец наступает момент когда мы поставив диагноз должны начать лечение очень мне нравится это выражение которое очень наглядно демонстрирует задачу которая стоит перед врачами по отношению к каждому из пациентов с лейкемией должна быть полная эрадикация то есть полное уничтожение клеток потому что если останется жить хотя бы одна клетка то через три месяца она даст рецидив опухоли массой в три килограмма прошу прощения массой один килограмм то есть вы понимаете насколько важно нам уничтожить все до единой клетки какие же принципы лечения обязательным компонентом является полихимиотерапия которая должна быть максимально эффективная прошу прощения максимально интенсивная на всех этапах лечения заболевания полихимиотерапия должна проводиться циклично с учетом кинетики опухолевых клеток и соответственно пациентам назначается терапия сопровождения которая направлена на профилактику и лечение осложнений которые могут быть вызваны как самим заболеванием так и нашим агрессивным вмешательством терапии и так полихимиотерапия что же это такое назначается она с учетом конкретной формы лейкемии то есть мы не имеем права начать если мы с вами не убедили что это острая лимфобластная лейкемия расчет дозы химиотерапевтических препаратов осуществляется исходя из площади тела не возраста не массы тела а именно площади тела и очень важным является соблюдение протокола ну немножко шифрую почему на площадь тела потому что масса может меняться динамично а площадь тела представляет собой очень объективный показатель который учитывает и рост и массу тела и периодически площадь тела рассчитывается есть определенные принципы расчета итак какие же препараты используются с позиции подхода и их механизма действия применяются алкилирующие агенты антиметаболиты мы более подробно об этом будем говорить пока просто перечисляем противоопухолевые антибиотики препараты растительного происхождения или группа других препаратов которые включают ферменты гормоны вот давайте попытаемся разобраться с позицией эффектов которые вызывают эти препараты помните мы сказали что опухолевые клетки потеряли способность к дифференциации но активно размножаются так вот для того чтобы нам достичь полного уничтожения клеток нам необходимо воздействовать на методический цикл исходя из этого препараты препараты классифицируются на группу циклоспецифических то есть действующих на какую-то определенную фазу и нециклоспецифические вы видите что к циклоспецифическим относятся антибиуметаболиты алкалоиды растительного происхождения ферменты к нециклоспецифическим понятно картикостероиды противоопухолевые антибиотики и алкилирующие соединения более подробно давайте попытаемся разобраться что собой представляют циклоспецифические и нециклоспецифические препараты итак циклоспецифические препараты которые воздействуют мы уже с вами определились на различные фазы метоза на ДНК в различные фазы метоза вот в эсфазу методического цикла действуют антибиуметаболиты в частности анагонисты пулина 6 меркактопулин антагонист фолиевой кислоты метод рексат антагонист перемединовых оснований цитозар я привела только отдельные препараты которые используются терапии лейкемии помимо антиметаболитов на эсфазу методического цикла действуют ферментные препараты он у нас один единственный эль аспарагеназа наконец на эмфазу методического цикла действуют алкалоиды растительного происхождения число которых относят вин крестин второе название его анковин и вин властин это окалоиды балинка розового очень такое красивое растение это цикло специфические не цикло специфические которые действуют на ДНК во всех фазах метоза и на РНК в методическом цикле это алкилирующие соединения и к ним относятся циклофосфан циклофосфамид милосан противоопухолевые антибиотики их очень много я просто вот здесь вынесла некоторые из них и конечно же глюкокортикоиды глинизолон дексаметазон то есть применяя эти препараты их комбинируя мы стараемся воздействовать на все фазы методического цикла почему это важно помните мы говорили что надо учитывать кинетику опухолевых клеток потому что только 10% клеток опухоли находятся в активном состоянии то есть в метозе а 90% это так называемый непролиферирующий пул то есть он спящий находится в стадии покоя а помните арсенал действия на все фазы метоза у нас несколько ограничен поэтому подбирая цитостатики мы с вами должны учитывать что можно комбинировать препараты которые действуют на одну ту же фазу метоза но имеют различный механизм действия и конечно же очень важно является то что при комбинации препаратов мы должны понимать что ни в коем случае нельзя назначать препараты которые обладают одним и тем же побочным эффектом золотое правило а какие же побочные действия могут быть у препаратов вы видите что самые разнообразные от выпадения волос до язвенного поражения желудочно-кишечного тракта развития токсических проблем со стороны сердца печени поражение периферической нервной системы развитие остеопороза артериальную гипертензию геморрагические проявления угнетение иммунитета воздействия на продукцию мочи формирование ацидоза поражения кожи далеко не полный перечень побочных эффектов может развиваться повышение сахара гипергекемия снижение количества лейкоцитов лейкопения тромбоцитов то есть индуцированных нашей терапии расстройство коагуляционного звена гемостаза снижение альбомина очень много различных лабораторных феноменов в том числе итак стратегически мы выстраиваем свою терапию таким образом чтобы вызвать ремиссию и первый этап называется индукция ремиссии наша задача достичь определенных показателей не только лабораторных о которых мы с вами говорили но и задача ликвидировать клинические проявления следующий этап консолидация ремиссии или закрепление ремиссии то есть не достаточно только достичь ремиссии нам надо ее удержать как мы это будем делать я скажу несколько позже поддерживающая терапия и наконец профилактика нейролекемии то есть стратегически мы с вами понимаем что у нас стоят цели вызвать ремиссию ее закрепить поддерживать и параллельно профилактировать поражение центральной нейронной системы как мы это достигаем итак стратегия терапии острой лимфобластной лейкемии представлена на этом схеме фактически это протокол лечения пациента острой лимфобластной лейкемии который разработан в Берлине Франкфуре и Мюнстере это БФМ аббревиатура в которой вынесены первые буквы названия городов в которых впервые был разработан протокол он впервые был разработан в 1978 году первый протокол назывался БФМ 1978 каждые 5 лет он пересматривается мы придерживаемся с вами стратегии лечения по протоколу БФМ просто сейчас обозначусь вот это первый протокол по которому начинают лечиться все пациенты когда мы еще знаем что это острая лимфобластная лейкемия но еще не знаем к какой группе риска он относится об этом мы поговорим позже они потом будут классифицированы на группы стандарт риск медиариск и хай риск стандартный средний и высокий обратите внимание что продолжительность лечения этой группы пациентов достаточно велика около двух лет причем обращаю ваше внимание что вот мы помните говорили ремиссия на 33 день мы оценивали то есть пациент вот здесь уже фактически получил ремиссию а все остальное вот мы здесь с вами пытаемся закрепить ремиссию провести профилактику нейроникемии поддерживающей терапии давайте подробнее разберемся итак первое протокол протокол 1 это протокол индокции ремиссии первая фаза вы видите что применяется комбинация цитостатиков приднизолон винкристин давным бобицин элиосфорогеназа обращаю ваше внимание что дозируется на метр квадратной площади тела начинается лечение вот здесь мы ставим дату допустим начинаем лечить сегодня поставили диагноз сегодня же и сегодняшнюю дату и ставим начинаем лечить сприднизолоном постепенно увеличивая дозы ко второй неделе присоединяется винкристин и даунер бобицин которые будут водиться один раз в неделю со второй уже в середине второй недели присоединяется элиосфорогеназа которая вводится дважды в неделю вы видите здесь прописаны конкретно даты мы должны проставлять когда вот здесь обращаю ваше внимание на метод фиксад метод фиксад вводится эндолюмбально или интратекально с первого дня для профилактики нейролекемии и вы видите что контроль это бонбейру да костный мозг осуществляется исходное состояние соответственно контролируется ликвар на 15 день проводится контроль и на 33 день который я говорила очень важный для пациента на 33 день мы должны ответить на вопрос есть ремиссия у пациента или нет и от этого зависит какую группу риска мы его отнесем вы видите да что если нет вот как раз те критерии которые говорят об отсутствии ремиссии то есть пациент на 33 день по каким-то причинам в ремиссию не вышел после проведения протокола 1А мы должны стратифицировать пациентов на группы риска помните стандарт риск медиа или интермедиа риск и хай риск высокий риск обратите внимание насколько разноплановые критерии то здесь учитывается и возраст на момент постановки диагноза пациента до года и старше 6 лет это пациент при наличии вот этих всех параметров может быть отнесен сюда но если он не имеет вот этих параметров у группы высокого риска вообще не имеет никаких возрастных критерий количество никоцидов до момент постановки диагноза помните мы говорили что возможен лейкоцитоз так вот в группе стандартного риска количество лейкоцитов так же как и в группе среднего риска не должно превышать 20 тысяч количество бласков на 8 день протокола он получил уже 7 дней лечения принизолона если это менее тысячи то соответственно мы можем при наличии вот этих всех соответствий отнести его в группе среднего или стандартного риска если более то это уже точно пациент который переходит в группу высокого риска на 15 день в миллиограмме если менее 5% то есть в норме то это группа стандартного риска между 5-25% среднего и более 25% высокого риска и наконец ремиссия на 33 день по протоколу если она есть то это одна из этих двух групп если нет то это группа высокого риска продолжаем индукцию ремиссии протокол 1B вы видите что его продолжительность в практическом месяце применяется циклофосфамид 1B 1B или 6 меркатопырин продолжается введение метатриксата эндембайн в цели профилактики нейроликемии проводится контроль костного мозга обратите внимание что на начало каждого протокола пересчитывается площадь тела протокол M это протокол профилактики нейроликемии он очень агрессивный длится он тоже практически 2 месяца включает в себя 6 меркатопырин метатриксат высокодозовый 5 мг на метр квадратный это очень высокая доза тяжелая обязательно примени антидоты метатриксата ликаварина продолжаем агрессивно проводить профилактику нейроликемии эндолюмбальной каждое введение метатриксата вот мы видим высокодозового подлежит интенсивному наблюдению очень важно следующий протокол протокол 2 это консолидация ремиссии то есть мы ее закрепляем фактически он состоит из двух фаз которые напоминают протокол первый две его фазы A и B только ленисалон поменяли на дексаметазон венкристин остался доксорубамидцин появился вместо дауна робамидцина элиосфородиназа осталась это первая фаза контролируем костный мозг во второй фазе продолжаем циклофосфамиль циклофосфамиль арабиназид C он же цитазар а 6 меркаптопурин поменяли на 6 гуанин и продолжаем уже закреплять консолидировать ремиссию этот же протокол подразумевает профилактику нейролекемии проведением краниальной радиотерапии если она показывает итак возвращаемся сюда зависим к стратегии в зависимости от того группа риска стандартная средняя или высокая вы видите что набор и тактика лечения меняется группа высокого риска вообще лечится по своим протоколам по завершении второго протокола у каждой группы пациентов это разно у каждого пациента тоже по-разному проводится поддерживающая терапия которая представляет собой применение 6 меркаптопурина и метод рексата причем эта терапия продолжается до исполнения двух лет с момента завершения протокольной терапии мы говорили что помимо полихимиотерапии очень важно проводить терапию сопровождения 75% осложнений это инфекционные осложнения поэтому пациенты лечатся в отдельных стерильных боксах применяются комбинации антибактериальных противовирусных противогрибковых препаратов причем антибактериальные препараты может быть не один а несколько до трех обеспечивается адекватный сосудистый доступ через центральный катетер препараты вводятся внутриверно адекватная инфузионная терапия которая направлена на борьбу с ацидозом проводится форсированный дюрес для поддержания его адекватности применяется заместительная терапия тромбоконцентрат эритромасса обязательно антидоты законоверно возникает вопрос показана ли этим пациентам трансплантация костного мозга и как она проводится есть определенные подходы к расчету надо понимать что у донора берется костный мозг из поддошной кости причем он переносит огромное количество инъекций сейчас есть банк доноров поэтому подбор осуществляется несколько проще и затем переливается внутривена пациенту есть понятие аллогенная трансплантация вы видите что она собой представляет проводится от родственников так называемый идеальный донор является брат близнец или там сестра то есть второй ребенок из двойни либо если таких нет просто брат сестра несколько хуже это родители проводится безусловно в ремиссию и аутологичная трансплантация когда в ремиссию пациента берется материал в ремиссию да хранится до необходимости когда у пациента возникает рецидив по достижению следующей ремиссии проводится аутологичная трансплантация костного мозга но сразу хочу сказать что пациенты с остро-лифобластной лейкемией не являются как раз теми пациентами которым показана трансплантация костного мозга лишь когда они имеют рецидив то есть во второй ремиссии им можно проводить потому что есть очень много еще эффектов которые сопровождают эту процедуру исходы очень обнадеживающие 80% случаев достигается выздоровления вы видите практически 85 случаев ремиссии в нашем отделении до 95 вторая группа заболеваний которых надо с вами сегодня разобраться это лимфомы помним что лимфомы это опухоли поражающие лимфатическую систему подразделяют на лимфомы Ходжкина или лимфогранулематоз и неходжкинские лимфомы чаще встречаемся с болезнью Ходжкина или лимфовой Ходжкина поэтому больше внимания уделим сегодня ей итак это злокачественная опухоль лимфоидной ткани чаще болеют мальчики частота примерно 0,7 0,9 на 100 тысяч детского населения чаще болеют кстати подростки в 30 процентов случаев эти логические значимые являются вирусы Эпштейна Бара сведя патогенез к одной фразе хочу сказать что в данной ситуации при данном заболевании происходит блоказа апоптоза то есть естественной смерти клеток и наступает неконтролируемое размножение вот если попытаться это представить на таком вот в наглядном такой варианте кому будет интересно вы можете с этой схемой разобраться более подробно классифицируется в соответствии с классификацией арбор которая была принята во второй в третьей третье прошлого столетия первая стадия когда поражаются лимфатические узлы либо один либо в пределах одной группы это могут быть лимфатические узлы шеи над подключичные это могут быть медиастинальные лимфатические узлы но все это в рамках одной группы лимфатических узлов при второй стадии это уже локализация в двух и более группах лимфатических узлов обращая ваше внимание но по одну сторону диафрагмы либо выше нее либо ниже третья стадия здесь локализация уже по обе стороны диафрагмы это могут быть одна группа лимфатических узлов выше другая ниже это могут быть множественные поражения нескольких групп лимфатических узлов но опять же по разные стороны диафрагмы есть еще специфическое подразделение обозначенное буквами но я думаю что для вас это не принципиально и наконец четвертая стадия когда имеет место поражение не только лимфатических узлов но и поражение различных органов это могут быть легкие это может быть печень костный мозг соответственно это находит отражение в диагнозе ну вот так вот если попытаться отразить в виде рисунков стадийность то мы видим с вами да что это последняя стадия носит генерализованный характер ее чаще называют генерализованная или диссиминированная стадия лимфомы фодшкин в зависимости от того какие органы поражают принято обозначать символами вы видите какие приняты обозначения причем это должно быть иметь гистологическое подтверждение обращаю ваше внимание на ранее проявление лимфомы фодшкина это очень важно понимать потому что довольно часто пациенты именно с такими жалобами приходят впервые к врачу диффузные ночные поты мама жалуется на то что ребенок утром поднимается мокрая голова и совершенно мокрая подушка немотивированный подъем температуры потеря массы за последние полгода более чем 10% и наличие вот одного из этих симптомов или их комплекса в диагнозе отражается буквой отсутствие буквы а на это обратите внимание потому что мы в последующем говоря о лечении будем на эти моменты обращать внимание это так называемые ранние симптомы у пациента увеличиваются лимфатические узлы появляется зуд кожи без видимых причин интоксикационный синдром он испытывает слабость усталость приходится в школу ложиться спать ему просто не хватает сил вот возможные варианты начала и поражения лимфатических узлов то есть здесь они невидимы может появиться каши непонятные на чем основана диагностика ну понятно что очень взвешенно надо подойти к оценке клинических данных применить методы визуализации провести морфологическое исследование то есть очень важно понять что это за заболевание иммуногистохимическое типирование и молекулярно-генетическое исследование давайте попытаемся понять что является ключевым в постановке диагноза обнаружение клеток березовского штенберга рида за рубежом их называют клетки рида вот таких вот гигантских клеток они как раз их выявление позволяет нам говорить о лимфоме Ходжкина если их нет вот они на рисунке отображены если их нет мы не вправе говорить о наличии у данного пациента лимфограмм лимфома Ходжкина это пантагномоничный признак есть значит это лимфома Ходжкина нет значит это лимфома другая обязательно провести морфологическую морфологическое типирование или морфологическую верификацию выделяют типы с надулярно лимфоидным преобладанием и классический тип в свою очередь классический тип подразделяется на лимфоидное преобладание натулярно склерозированный тип или натулярный склероз так выглядит морфологически смешанно клеточный вариант и лимфоидное обеднение то есть 4 морфологических варианта классического типа ну вот как выглядит пациент с лимфогранулеватозом мальчик госпитализирован был в мае 2009 года с вот такими клиническими управлениями причем они вообще не вызывали у него никаких болезней есть такое понятие как симптом картошки в мешке то есть перекладываются все эти лимфатические узлы при пальпации но они не вызывают они не спаяны между собой и не вызывают никакого дискомфорта был выставлен диана смешанного клеточного лимфомы ходжкина но в силу наличия карантинного отделения по ветряной оспе он был выписан домой с рекомендацией в последующем приявиться на лечение но он исчез с поля зрения практически на 2 года и вот явился с такими вот клиническими проявления вы увидите насколько выросла эта опухоль причем жалоб у него практически не было никаких очень непонятно почему родители допустили до такого состояния но факт остается факт он появился в отделении через 2 года после первой госпитализации рентгенологически это касается всех пациентов с лимфогринолеводом особенно когда имеет место третьей четвертой стадии вот выражается лимфатические узлы средостения вот так называемые симптом трубы это рентген снимок неданного пациента но просто хочу говорить что сказать что это визуализация выглядит вот таким образом симптом трубы можно в плане визуализации использовать и компьютерную томографию да и вот ее динамичное такое отражение мы видим увеличенные лимфатические узлы средостения ввод соответственно лимфатические узлы таза опять же это не имеет отношения к данному мальчику но очень наглядно не востребует в результате после постановки диагноза гимфомы Ходжкина мы приступаем к ее лечению вы видите что в зависимости от наличия интоксикационного синдрома либо его отсутствия лечится по разному пациенту пациенту с первой и второй а стадии то есть без интоксикации лечится получает два цикла ОППА мы потом дадим с вами расшифровку этого цикла и завершается радиотерапия пациентов второй группы с интоксикацией и третьей без интоксикации к двум этим циклам ОППА добавляются два цикла СОПП опять же завершают радиотерапию третья Б с интоксикацией и четвертая генерализованная здесь вносится модификацию в схему ОППА потому что мальчики у мальчиков вот этот препарат который носит название прокарбазин меняется на этапозит почему потому что прогноз при глимфогранулеметозе хороший и нам важно сохранить репродуктивную функцию пациента поэтому вот происходит замена этого токсического для репродуктивной сферы препарата у мальчиков они получают два цикла ОЕПА это мальчики а девочки два цикла ОППА но здесь прибавляется еще два цикла СОПП завершается радиотерапия продолжительность лечения занимает 25 недель итак что такое вот те схемы о которых мы говорили ОППА буква О обозначает Велькристин помните говоря о классификации цитостатических препаратов я обратила ваше внимание что Велькристин еще носит название онковин вот он как раз здесь и зашифрован онковин прокарбазин П еще одно П это преднизолон и А адриобластин ОЕПА все те же препараты сохраняются за исключением прокарбазина который мы у мальчиков меняем на этапазин Наконец СИОПП циклофосфамид онковин прокарбазин и преднизолон то есть вы видите что имеет место опять же комбинации цитостатиков как циклоспецифических так и не циклоспецифических которые воздействуют на все фазы методического цикла опухолевой клетки это очень важно понимать что необходимо подбирать препараты таким образом чтобы избежать одного и того же обочин эффекта в данной ситуации я при лечении лимфомы Ходжкина подробно не останавливалась на сопроводительной терапии она таким же по тем же принципам проводится и у пациентов с лимфомой Ходжкина в динамике наш мальчик получал терапию в динамике вы видите что сравнение цикла да причем я упустила сказать что он поступил к нам уже с генерализованной стадии это четвертая стадия с поражением в том числе легких упостного мозга вы видите что произошло уменьшение размера опухоли это на промежуточном этапе еще раз обращаю ваше внимание прогноз у этой категории пациентов благоприятный и очень жаль когда пациенты поступают к нам на лечение по каким-то причинам сейчас конечно стало гораздо меньше всех этих верений но были у нас пациенты которые доверялись различного рода шаглатанам переставали принимать полихимиотерапию чем в общем-то провоцировали приближение летального исхода в настоящее время прогноз для пациентов с болезнью Ходжкина благоприятный надо сказать что очень большое внимание на исход заболевания как лейкемии как лейкемия так и лимфогранулематоза оказывает настрой пациента на выздоровление потому что пациенту приходится проходить очень длительный путь вы видите что он лечится очень интенсивно на протяжении восьми месяцев он может находиться в больнице причем вот эти все проблемы которые возникают в ходе лечения стоматиты гепатиты токсические кардиомиопатии они приводят к тому что мы вынуждены приостанавливать на какой-то период проведения полиохимной терапии для того чтобы дать возможность восстановиться пациенту иначе он у нас может погибнуть от нашей медикаментозной терапии довольно часто они входят впадают в нейтропению поэтому очень важно индивидуально взвешивать по каждому отдельному пациенту динамику лечения динамику развития заболеваний и всячески ему в этом помогать я только в тезисном плане коснулась вопросов сопроводительной терапии поверьте мне что лечение этих пациентов стоит колоссальных денег это исчисляется сотнями долларов в день и очень важно правильно выстроить стратегию правильно оценить имеющиеся проблемы у пациента для того чтобы достичь желаемого эффекта я хочу сказать что у нас очень хорошая и пятилетняя наживаемость после пяти лет пациент снимается с диспансерного отчета считается выздоровевшим среди наших пациентов выздоровевших многие ведут совершенно нормальный образ жизни получили высшее образование у нас даже один мальчик учился в Оксфорде имеют семьи имеют нормальных здоровых детей и 1 июня каждого года мы встречаемся в день защиты детей в республиканской детской клинической больнице для того чтобы и приезжают наши пациенты выздоровевшие для того чтобы внушить и вселить надежду детям которые в данный момент находятся на лечении в то что выздоровление возможно и если ребенок сориентирован на выздоровление поверьте мне что это очень серьезный момент позволяющий достичь благоприятного эффекта помимо естественно поддержки всех окружающих поэтому лечение пациента с лейкемией с люфовами это очень искусный процесс который требует поддержки больного на всех его этапах и со стороны окружающих и со стороны медицинского персонала и со стороны родственников и вот двигаясь по вот этой вот шаткой такой лестницы веревочной по направлению к выздоровлению пациент имеет шанс на выздоровление я хочу пожелать вам всем здоровья благодарю за внимание всех благ спасибо 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 Продолжение следует...